Когда счет идет на минуты и на кону стоит жизнь человека, порой не могут спасти никакие технологии. Ведь виной может быть банальная невнимательность. Чтобы минимизировать вероятность таких случаев и привлечь внимание участников дорожного движения, в столице прошла акция «Уступи дорогу скорой помощи». К сожалению, далеко не все шоферы и даже пешеходы соблюдают это жизненно важное правило. И зачастую ни проблесковые маячки, ни громкий вой сирены путь не открывают. Стоит хотя бы вспомнить недавнюю трагедию на дороге, когда спецавто от удара перевернулось. И это стоило жизни пациентки. Так что же это низкая культура вождения, невнимательность или случайность? Наша съемочная группа отправилась в рейд на дороге Минска. Поступает звонок и медики отправляются на вызов. По регламенту, чтобы приехать на место, есть не более 15 минут. Если речь идет об экстренных случаях, временные рамки сокращаются до 8. В данной ситуации каждая секунда промедления может быть оплачена высокой ценой, человеческой жизнью. Водитель включает сигнализацию и проблесковые маячки. Очевидно, не все водители реагируют и готовы пропустить спецавтомобиль. За рулем «Пежо» – женщина. Мы уточнили у самой автоледи, куда она так спешила и почему не пропустила карету медиков. Я не услышала, не заметила. Когда заметила, было поздно. Это не единственное нарушение у дамы. Ко всему прочему, она была лишена водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. Права до сих пор не вернула. С непониманием автомобилистов знакомы и водители МЧС. Временных рамок у бригады нет. Главное – приехать максимально оперативно. Иначе трагедия, которая может унести не одну жизнь. На перекрестке Харьковская, Пушкинская, мы ехали, следовали тоже на пожар. У нас горела квартира. И все участники дорожного движения остановились по требованию оперативного автомобиля. И в конце, при полном пересечении участка, именно перекрестка, один из автомобилей на полном ходу въехал наш автомобиль МЧС. Стоит ли напоминать, что в таких случаях водители подвергают опасности не только себя, но и тех, кто оказывается на их пути. Последний громкий пример в Минске, когда после столкновения на перекрестке спецмашина легла на крышу. А тяжелый пациент, которого она везла в больницу, скончался. По данным работников МЧС, их автомобили водители все-таки чаще пропускают на дороге. Однако встречаются шоферы, которые игнорируют требования ПДД и продолжают движение. В данном случае стоит напомнить о технических характеристиках, например, данного автомобиля. Вес машины 5 тонн. И даже при скорости 60 км в час тормозной путь не менее 5 метров. Это техническая сторона вопроса, но ведь есть и моральная. Когда рядом умирает близкий человек или дом, в котором находится ребенок, полыхает. Каждая секунда кажется бесконечностью и может стать для кого-то последней. А значит, вовремя услышать, заметить и остановиться иногда означает спасти жизнь. Карина Пашкова, Григорий Криштофович, Агентство теленовостей. Продолжение следует...